Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня мы с вами будем обозревать смартфон, на который сейчас, разумеется, ведется съемка. Это OnePlus Nord 2 SE Lite. Да, название длинное, но учитывая, что сегодня, учитывая курс на Алиэкспрессе, все еще можно покупать через Kiwi, его можно приобрести. Спойлер, сразу за 15 тысяч рублей он выбивает 400 тысяч баллов в Antutu и бог с ними, с камерами. Потому что, несмотря на то, что здесь основная камера и фронталка может снимать сразу негатив в 1080p, с одной стороны, с другой стороны, как вы видите, снимает она раз неплохо и два ночью она снимает лучше, чем Redmi Note 11 Pro 5G+. Кстати, с ним чуть-чуть я и сравню в ролике, но ночной сравнения не будет. Почему? Потому что ночью вообще ни цвет, ни блеск. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, 12 тысяч с половиной, уже тысяч человек. Смотрим! Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать суперинтересный гаджет. Чем он интересен? Тем, что стоимость у него копеечная. Бренд концерна BBK, но это OnePlus. То есть OnePlus это как Oppo Reno, допустим, 7 Pro или Oppo Reno X. Это что-то супер-мега-крутое. Здесь у меня не вскрытая пломба, что хорошо, 6 гигабайт оператива, 128 на борту, 5G поддержка и этот OnePlus должен нас нордовски обрадовать сильно. Почему? Потому что он стоит довольно немного. Но это лирика, не лирика, это то, как он себя покажет в итоге. Чёрненькая упаковка, всё цвет, блеск, красота. Напоминаю, что суперфлагманы у них идут в красных упаковках. Стильненько. Смотрим, самое интересное есть у нас, интересно, здесь чехол. Чехол! Чехол силиконовый, немного мутненький, но ничего. Здесь у нас ключ для извлечения сим-карт, возможные карты памяти сюда можно запихать. И, разумеется, смартфон. Смартфон немного откладываем, смотрим, что у нас с зарядкой. Зарядка очень скромная, 33 ватта для OnePlus. Это значит, что это супер лоукост сегодня. Следующий момент, это у нас кабель. Кабель ультрадлинный, стандартный. Но, опять же, многие пишут, что они неубиваемые, эти кабеля. У меня кабельное хозяйство от OnePlus уже один разок ломалось. Правда, это был OnePlus 7T Pro, который, к слову, у меня всё ещё на руках. Вот такой длинный, плотный кабель с еврозарядкой. Да, это Global, и да, это чёрный цвет. Цветов, как всегда, море. Пластик, раз, два. Это OnePlus Ace, который я недавно также получил. И о нём скоро расскажу. Сразу по смартфону. Первый, у нас есть миниджек. Второй, у нас, разумеется, Type-C, которая не худшим образом монтирована. Третий, у нас нет инфракрасного порта. У нас нет, к сожалению, но для дешёвых телефонов это стандартно направленного микрофона. Это сразу, что я вижу. Очередной момент, что мне нравится. Фронтальная камера у нас находится не по центру, а с края. Помимо этого всего, кнопки вмонтированы. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, за что отдельный плюс. И пока смартфон будет включаться, я благополучным образом вскрою слот для сим-карты. Посмотрю, прорезинен он или он. Нет, он не прорезинен, но он гибридный. То есть, мы можем туда запихать как карту памяти, так и две симки физические без карты памяти. Лучше бы, конечно, было две симки и карту памяти. Но всё бывает так сказать. 198 граммов. В принципе, стандартный вес. Абсолютно в руке лежит удобно. Скользкий. 164 миллиметра высота. Ширина 75 миллиметров. Почти 76 стандартная. Без блока камер, но с защитной плёнкой. 8,6. 10,6. То есть, смартфон довольно компактный. Благополучным образом заряжен почти на 70%. И это хорошо. То есть, у него саморазряда практически нет. Понятно, что он был в выключенном состоянии. Но всё равно это неплохой такой плюс. Протестирую. Расскажу, покажу. Ещё раз напоминаю, что это у них сейчас ультрабюджетник из разряда Note. Помните, N100 был когда-то OnePlus. И года полтора-два назад. Вот это примерно то же самое. К слову, на канале есть топ-10 смартфонов от OnePlus. И я чувствую, его пора уже перебивать. Учитывая, что у меня на руках OnePlus 10 Pro, 9 Pro. Получается, этот смартфон. И фактически все их модели были. Плюс уже Ace на руках. Смотрим. Розыгрыши море. Теперь читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Huawei Band 7, к слову, я уже купил. И Mi Band 7 выйдет уже, получается, завтра за 40 долларов в Телеграм-канале Взаимопомощи, либо Телеграм-канале Скидок, сможете найти на него ссылку. А учитывая курс, который, во всяком случае, сегодня был с утра, это получается около 2500 рублей с бесплатной доставкой, что очень даже круто. Но это лирика, перейдём же к новинке. Полетели. Поставляется данный девайс в двух расцветках, это чёрное и синее. Дизайн устройства интересный, но не скажу, чтобы сильно запоминающийся. Тыльная часть выполнена из матового пластика, как рамки. Материалы хорошие, но очень марки. Отпечатки пальцев остаются прямо моментально. Хотя, с другой стороны, мы же всё равно в чехле их носить будем эти телефоны. Сборка мне понравилась, но назвать её идеальной я не могу. В руке без чехла лежит удобно. Использовать одной рукой можно без проблем, но из рук смартфон выскальзывает на ура. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, качель регулировки громкости, разъём USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики основной разговорной. Звучание здесь моно, и это однозначный минус, хоть и звучание неплохое. Также на борту есть звуковые эффекты, дирек аудиотюна. Миниджек присутствует, за что отдельное спасибо, а вот ик-порта стандартно для ванпласса не завезли. Хотя многие пишут, он и не нужен, но я считаю, что лишним он точно не будет в бюджетнике. Далее есть слот на две сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Официально о защите от влаги не заявляли, что неудивительно, потому что даже флагманы сейчас без защиты идут официальные. Помним, что у OnePlus 9 Pro обзорный, который, разумеется, есть на канале, в отличие от OnePlus 10 Pro обзор тоже на канале, я им, кстати, пользуюсь, есть официальная защита от влаги. В 10 Pro уже нет. Летим дальше. Смартфон оснащён IPS-дисплеем 6,59 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, что хорошо, как по мне, так как играть в игры удобнее на плоском экране, а не на а-ля в водопадах. Соотношение сторон 29, плотность пикселей золотая, середина 401 PPI, чего более чем достаточно. При прямом попадании света на экран яркости, конечно же, будет слегка мало. В пасмурную погоду или в тени смартфоном пользоваться можно без проблем. Частота обновления экрана на выбор 120 или 60 Гц, автогерцовки на борту, к сожалению, на данной прошивке нет. Автояркость работает прекрасно и быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в тёплый оттенок и, естественно, он тускнеет. Далее, мультитач, разумеется, берёт все 10 пальцев, но не сразу. Надеюсь, с прошивками это дело допилит. И да, я это всегда проверяю, потому что все смартфоны реагируют по-разному, особенно в бюджетном сегменте. Хорошо, что 10 берёт. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедрённого в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает стабильно, хорошо, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана на борту и он средних размеров. Экран довольно чёткий и насыщенный, скроллинг плавный без рывков. Настроить световую температуру и цветопередачу стандартно можно в настройках. Защита глаз в наличии, но у меня даже в ночное время суток глаза от экрана не уставали. Летим дальше. Процессор Qualcomm, процессор Adreno 619, интерфейс наш любимый Oxygen OS 12 и Android 12 версии. Конечно, кому-то нравится Call OS, но как по мне, людей, которые считают, что кислород лучше, куда больше. Опять же, это пока, потому что это в русскоязычном ютюбе. Если брать источники из Азии, они больше предпочитают Call OS и считают её более оптимизированной. Оперативная память LPDDR4X у меня на 6 ГБ, также есть версии на 8 ГБ и в настройках ОЗУ можно виртуально её расширить. Абсолютно бесполезная функция, но для успокоения можете расширять. Внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ могли бы и побыстрее поставить, но с другой стороны это бюджетник, главное это UFS, а не что-то другое. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, что нас вообще никак не интересует в ближайшее время. Для 4G бэнды 7 и 20 на борту, что очень важно, и для маленьких городов хорошо, и для поездок между городами. Как мы знаем, 20 бэн иногда даже очень нужен. Связь устройства ловит отлично, микрофоны отрабатывают хорошо, собеседник отчётливо слышит мой голос. Звучание во время разговора мне понравилось, и датчик приближения работал исправно. Xiaomi учитесь. Записи разговора в стоке нет. VOO LTE и VOO Wi-Fi на борту, что хорошо. Вибромоторчик неплохой, но ненастраиваемый. Bluetooth версии 5.2 NFC смартфон поддерживает. Из навигации на борту GBS от GPS GLONASS GALLEREO BEYDOW QZSS. GPS-тест показывает точность 3 метра, при условии, что рядом есть дома. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч в PC Markle выдал 10 часов 46 минут, и осталось ещё 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Занаряжается он с 0 до 100 от родного адаптера питания на 33 Вт за 1 час 10 минут, и это очень-очень быстро для подобного рода бюджетников. Хорошо, что у Xiaomi берут пример с быстрыми зарядками даже для дешёвых телефонов. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Поедать за час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi 14%, за час игры в Stand Off 2 на максимальной графике ушло 25%, за час игры в Genshin Impact на высокой графике улетает 27%. В целом, играть в игры можно без проблем, но в тяжёлых играх лучше выставить графику пониже, так как на высоких настройках графики присутствуют лаги, играть некомфортно. Смартфон яркость не понижал за всё время игры, что радует, и он не нагревался до состояния утюга. Из датчиков на борту также есть акселерометр, электронный компас и гороскоп. Перейдём же к тестам. Тродлинг тест проходит неплохо. 180 гипсов минимально, максимально 226 и в среднем 219 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в синглкоре 260, в мультикоре 1936, 3DMark показал Wildlife 1214, Wildlife Extreme 360, Wildlife Stress Test 1215, Wildlife Extreme Stress Test 362, Slingshot Extreme 2932 и Slingshot 4089. В Antutu выдал результат в 396 тысяч попугаев, Storage Test показал 25 тысяч. 30-минутный стресс-тест прошёл далеко не идеально, но прошёл. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из трёх модулей и одной лет вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя с цифровой стабилизацией, датчик глубины на 2 мегапикселя и макрообъектив на 2 мегапикселя. Максимальное разрешение для съёмки с основного модуля 1080p 30 фпс. Различных режимов для съёмки и фотосъёмки в стоке мало, как по мне, но стандартные все на борту. К примеру, замедленная и ускоренная съёмка, есть замедленная съёмка, к слову, может снимать 720p 120 фпс. Фронтальный модуль Sony IMX 471 на 16 мегапикселей находится в левом верхнем углу экрана, что я очень сильно уважаю, не люблю я капли по центру, в размерах на средних размеров фронталка. Максимальное разрешение для съёмки видео 1080p 30 фпс, короткие примеры вы сейчас увидите. И в сравнении, к слову, даже с Redmi Note 11 Pro Plus 5G. И чтобы было интересно, это, разумеется, тот смартфон, который вы смотрите, и тот смартфон, обзорный, который вы пока не видели. Как вы видите, стаб лучше работает у кого, барабанная дробь сейчас вы увидите, да, разумеется, у сяомитов. Если брать норд, который выглядит лучше, чехол лучше и вообще он поприятней. Во-первых, картинка значительно хуже, во-вторых, стабилизация работает не фонтан. И по большому счёту на этом фронталки можно перестать сравнивать. Но помним, что, допустим, сегодня, когда я записываю обзор, смартфон стоит 15 тысяч рублей. С доставкой из Китая где-то недели три он идёт. Это я говорю про OnePlus. Если вы смотрите обзор на Redmi, в чём я тоже не сомневаюсь, то там немного дороже, но это глобалка. И как днём, конечно, он отрабатывает очень даже неплохо. Могу приостановиться, если снимать всё это дело не двигаясь, то всё равно OnePlus чуть-чуть дёргается, а Xiaomi отрабатывает хорошо. Но это чтобы вам не было скучно. 1080p 30fps на обоих смартах. Если двигаться, в принципе, стаб отрабатывает и на OnePlus, и на Redmi 11 Pro Plus. Глобал. Но лучше, разумеется, работает Xiaomi. У Xiaomi стаб отрабатывает отлично. Думаю, для примера более чем достаточно. С другой стороны, если вы включите 4K 30fps, то вы видите, как стаб отрабатывает на том же Xiaomi, и как стаб отрабатывает на OnePlus. То есть, если снимать 1080p, разумеется, всё круче у Redmi. Если снимать в 4K, картинка, конечно, цвет, блеск, красота. Но без стабилизатора, согласитесь, целесообразность съёмки вот этого дела отпадает наглухо. Ещё немного интересной съёмки в 1080p 30fps для этих смартфонов из тени. Мы идём в тень. На солнце. Видите, как реагируют сенсоры. И на это солнце мне смотреть в прямом смысле больно. Как вы понимаете, шума на лиговке более чем. И микрофоны. Сейчас услышим, как работают рядом с дорогой, которая будет через 24 секунды в движении. Лавирую, лавирую, вылавирую. Не получилось у меня. Но это неважно. Сейчас вы увидите галерею, в которой безумно грустно. Потому что если ты заходишь туда, ты понимаешь, что магазинов нет. И владельцам, конечно, подобных сооружений я не особо завидую. Я уверен, что они не бедствуют. Но многие были в лютых кредитах. А платить их сейчас довольно проблематично. Но это всё лирика, не лирика. Вот сейчас пошло движение. Слышите, как микро отрабатывают на обоих смартфонах. Надеюсь, вам этот контент и подход понравился. Пишите, интересно ли вам сравнение. И поддерживайте лайком и комментом. Разумеется, жду вас в телеге. Супер красивая локация. Правда, довольно много ветра. И проверяем 1080p стаб. Во мне стаб отрабатывает отлично. Смотрим. На красоту. Нет, хорошо, хорошо отрабатывает стабилизатор. Это учитывая, что смартфон прям свежий-свежий. Никаких обнов, напоминаю, не прилетало. По автофокусу. Раз. Не на очень комплементарном, конечно, моменте, но... Объекте. А вот фронталка, конечно, позади меня белена. Тест-камера Nord 2 SE Lite. И улица. Сильный ветер. Муринский парк. Понятно, разрешение маленькое. Понятно, есть какие-то проблемы стандартные для BBT с фронталкой. Но помним, что это ультраэконом. Очень похож на OnePlus Ace внешне. А OnePlus Ace, я думаю, вы договариваетесь, на что похоже. Ace у меня, к слову, тоже на руках. Немного фронталки. Очень солнечный день. Нестандартный для Ленинградской области. Но, к слову, уже 21 мая. Поэтому неудивительно, что солнце хоть как-то начало появляться. Ветра много. Ветер шумит сильно. И поэтому вы, наверное, должны меня не очень хорошо слышать. Как говорят, слишком много Сани делаешь примеров видеосъемки. С другой стороны, а почему нет? Почему нет? Правильно, можно же всегда промотать. Продолжение примеров. Фронтальные съемки с сильным ветром. Сразу замечание. Защитная пленка хоть и хорошая, моментально царапается. Буквально за два дня заводская пленка пришла в, образно говоря, негодность. Она, конечно, не проткнута, не слезла, но выглядит очень печально. Хотя, с другой стороны, не особо я аккуратен, в принципе. А как работает фронталка, вы видите. Основная камера 1080p. Напоминаю, что мне стаб понравился. Несу телефон в одной руке. И, конечно, ультраширика не хватает. Я не говорю ничего о телевидении, но ультраширика реально не хватает. Почему? Потому что, наверное, привык. То есть, когда я им толком и не пользовался, по большому счету, я не особо обращал внимание на то, что его нет. Если вы к нему не привыкли. С другой стороны, качество съемки на ультраширик всегда печальное. Ночью он вообще бесполезен. Поэтому его отсутствие, ну, большинство, скажем так, не заметит вообще. Напоминаю, что подобные аппараты, это однозначно не про камеру. Хотя здесь камера снимает очень даже неплохо. Только заметил двухоконный режим для ванкласса. Хорошо. Непривычно у них бюджетники это видеть. Правда, только 1080p, ну и ладно. И то неплохо. Начало, скажем так, положено. И продолжение банкета, разумеется. В подъезде тестирую телефон. Как вы помните, что все, что я считаю более-менее достойным, я тестирую в максимально плохих условиях. Фотографий в этот раз будет тоже много. Учитываю ваши пожелания. В целом, напоминаю про OneBlast. И я это делать буду, наверное, весь ролик. То, что это про оболочку в первую очередь. И если брать их прошлые а-ля дешевые модели, допустим, N100, тот же N10, или много у них чего-всего было, то в этой модели, учитывая мощу, даже попугаев здесь хватает, 400 тысяч попугаев, это более чем бодро, они молодцы, они, можно сказать, что просто распрощались с камерой, с одной стороны. С другой стороны, фронталка, 1080p, ночь, разные источники освещения. И если вы замечаете, опять же, я вас не программирую, самое главное, что помните, что какой бы блогер вам что-то не говорил, вы всегда должны делить это, ну, не знаю, на пять. Вот, я же для этого вам показываю примеры. Опять же, понятно, YouTube сжимает видео, а куда вы будете с другой стороны выгружать? Вы также будете выгружать в какие-то сервисы, и плюс-минус также они будут это все дело сжимать. К слову, кто не знает, у меня есть очень интересный на лайв-канале ролик в пророскачестве, я выгружал 139 гигабайт с айфона, и угадайте, до скольки он его сжал? Да, до 1,3 гигабайта. То есть он сжал ролик реально в 100 раз. Качество супер даже в этом виде, но, понятно, разумеется, информации там в этом меньше. Но это лирика, не лирика, это то, как снимает данная фронталка. Мне даже ночью это дело устраивает. Меня, если брать в двух руках нести, то даже стап работает хорошо. Хотя, мне кажется, здесь есть роллинг-шаттер, но, может быть, и нет, надо будет пересматривать все это дело на большом экране. Небольшой точно, мне кажется, есть. Как все это снимает, если встать, вы видите. Не скажу, что одни шумы. Недавно тестировал K50 Pro от Redmi, и несмотря на то, что он уже был несколько раз обновлен, стоимость у него гигей с фронталкой у него все намного хуже. Ночью так тем более. Основная камера, ночь все те же 1080p, больше здесь и нет. Ветер довольно сильный, как я знаю. Микрофоны, к сожалению, здесь довольно неплохо. Его ловят. Шумодав при съемке отрабатывает не лучшим образом. Опять же, это то, что я пересматривал, и то, что я оценивал. Сейчас мы проверим самое важное. Это на моей любимой гайке. И нет, это я не про чипы и дейла. К слову, вы знаете, да, что уже вышел ремейк. Полноэкранная радость. Чипы дейл. Дети 80-х оценят, как и я. Отличный автофокус для этого времени суток. По поводу стаба я уже говорил, что он мне здесь нравится за этот ценник. Довольно неплохой. Но с него новыми вывесками он ужасно отрабатывает. Хотя фото вы увидите, с фотками он справляется. Вот она, моя любимая вывеска. В тестах. Донор, ночь. И, ну, хотя бы читабельно. Хотя, как вы видите, что лампочки перебывают всю информацию, он, можно сказать, не справился. Маку, прощай. Будет уже другое название. КФС, к слову, не ушел. Хотя КФС здесь не виден. Вот сейчас видно. Такая вот радость. В субботу вечером. Не, ну, съемка, конечно, такое себе. С одной стороны, с другой стороны. Ну, а что мы хотели? Не все суперские и самые дорогие аппараты справляются. Здесь, конечно, сложные условия съемки. Поэтому камера сходит с ума. Специально встал чуть-чуть дальше. Посмотрим, если сделать X. Будет ли видно время. Да, полвторого было. Так, шумов много. Я еще попробовал попозже двухкранный режим. Но, по большому счету, мучить камеру ночью основную смысла не вижу. Немного двухоконного режима, чтобы вы оценили, что, допустим, вот я взял в две руки, что, в принципе, фронталка-то тоже справляется со стабилизацией. Если встать, то вообще шик-блеск. Никакого тремора не видно. Немного фронталки под землей. Очень странно. Она снимает странно хорошо. Почему? Потому что свет теплый, желтый и противный. А вы видите, хотя и пересвета, но картинку, которая адаптирована к зрению. Насколько она реалистична, ну, минимальна с одной стороны. С другой стороны на нее довольно комфортно. Можно накидать всякие фильтры. Но, опять же, это мой взгляд. У вас может быть другое мнение и другой опыт. А вот если брать основную камеру, вот как это дело выглядело. Желтый-желтый свет. Ну, я думаю, вы и так ходили по переходам подобным. Изменения освещения. Довольно резкая. И вот так. Нашел я с практически минимальным количеством света локацию. Вот видите, как без фонарей вы будете... Опять же, логичное освещение какое-то то есть. Ну, допустим, фонарь выключен. Вот так примерно запись и будет у вас идти на фронталку. Метро фронталка, при том, она снимает лучше, у Redmi Note 11 Pro+. К минусам, я не несу отсутствие стерео ик-порта. Также хотелось бы для основного модуля 60 фпс, для более плавной картинки при съемке. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. На низком курсе вчера он стоил 15 тысяч рублей с копейками. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале также по ссылке в прикрепленном комментарии, я думаю, на момент вашего просмотра какие-нибудь купоны или промокоды появятся, потому что обычно, когда продавец видит, что на него идет трафик, он либо понижает, либо повышает цену. Сначала всегда понижает, чтобы народ покупал. Но напоминаю, что допустим, тот же Xiaomi Note 11 Pro стоил вчера 24 тысячи рублей. Тот же Realme GT Neo 3 стоил 20. Poco F3 стоил 17. Realme GT Master Edition на пониженном курсе 15 с половиной. Поэтому выбрать, что купить, есть точно. И если вас интересует эконом-бюджет, очень советую заглянуть в телегу, а потом уже решать. Резюмировать можно довольно просто. Почему? Потому что за эту стоимость это просто супер-мега крутой аппарат. Это глобалка. Это OnePlus Concert BBK. Это кислород. И все, что есть на кислороде, все для меня хорошо. Многие могут сказать, что вроде бы это их не устраивает. Но те, кто хоть когда-то с нормальным железом, а здесь нормальное железо User OnePlus глобальный, без всяких накатываний Global ROM. Здесь вот просто глобальная версия. Скажут, что это отличный телефон. Если вам не нужны супер-дико крутые камеры, вы не планируете на 55-дюймовом мониторе смотреть фильмы с этого снятого смартфона. В принципе, цвет, блеск, красота. Играть можно, снимать можно. Все остальное, недостатки, разумеется, здесь нет беспроводной зарядки, разумеется, он боится влаги. IP68 сюда не завезли. Здесь, помимо всего, что еще отсутствует, направленный микрофон, не 4К. Но с другой стороны, запас для того, чтобы телефон адекватно работал 2-3 года здесь с головой. И если вы приобретаете смартфон не для того, чтобы играть профессионально в Genshin, то берите, да и просто поиграть-то можно. Не забываем подписываться на канал с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Спасибо за просмотр, девайс сюда, добра и удача вам, дорогие друзья!